За выходные произошло сразу несколько несчастных случаев на воде. Печальная статистика растет и продолжает пугать. Поиски унесенного на матрасе на озере Шалкар мальчика не принесли радостных вестей. Что же нужно делать, чтобы подобное не повторялось? Специалисты ответили на этот вопрос нашим корреспондентам. Поиски Савелия длились почти трое суток. Тело обнаружили на берегу, куда его вынесли волны. Он был в воде на матрасе. Ветер поднялся неожиданно и начал стремительно уносить ребенка вглубь озера. В плавь за ним бросился дедушка, и сигнал о несчастье был передан в это же время. Но все усилия не привели к хорошему результату. Специалисты говорят, что в таких случаях детей губит именно страх. Стоит учитывать, что надувной матрас не обеспечивает безопасность детей на воде. Также следует, если ребенок не умеет плавать, следует обезопасить его жилетами, нарукавниками. В целом, из-за того, что ребенок маленький, всего 8-9 лет, для него это был шок, стресс. И из-за этого случилась такая ситуация. Еще одно коварство воды является триггером хронических заболеваний. Особенно часто это случается в сильную жару, когда люди пытаются охладиться. Для сосудов такой резкий перепад температуры крайне опасен. Именно по этой причине могло стать плохо в воде мужчине, которого вынули из реки, но спасти не смогли. Он купался, и у него в этот момент, когда он то ли головой ударился, то ли с сердцем что-то было, его вытащили на берег, и он скончался уже в скорой. Скорая не смогла его откачать. Так что он не утонул. В основном люди тонут на необорудованных участках. С начала года заинвестировано 5 случаев, из которых 4 случая на необорудованных участках. Сейчас, когда почти все водоемы в области заполнены отдыхающими, усилено и патрулирование. На данный момент зарегистрировано 8 фактов спасения утопающих, 6 из них были дети. Всего по области функционирует 19 оборудованных пляжей, 8 в областном центре. Екатерина Шмидт, Алмаз Адиетов, Аида Сагидула, телеканал Акжаик.